20 июля по всей планете отмечают Международный День Торта. Этот молодой праздник существует с 2011 года. Его организовал Миланский Клуб Королевства Любви, сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. День Торта посвящен дружбе и миру между людьми и целыми народами, а проходит под девизом I CAKE YOU, что переводится как «Я приду к тебе с тортом». Основоположниками праздника считаются страны, первыми поддержавшие инициативу. Россия, Израиль, США, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Украина, Грузия и Армения. Тогда, в 2011 году, представители всех этих стран испекли первый в мире миротворческий многонациональный торт. На сайт праздника присылали фотографии кулинарных шедевров. В итоге границы гигантского фототорта охватили Европу, Азию, Америку и Ближний Восток. И с тех пор День Торта стал ежегодной сладкой традицией, а количество участников из разных стран все увеличивается. Какой бы торт вашей мечты был бы? Какой бы вы хотели получить торт? Мои, наверное, бы все, потому что я страшно сладкоежка, и я люблю все. И светлые, и темные, и фруктовые, и ореховые, и все-все-все. Да, сын Оль? А ты какой любишь торт? Я тоже все люблю. Я люблю. Шоколадный какой-нибудь. Я сочный не люблю. Прага. Миндальный торт, со вкусом миндаля. Жена вкусный торт печет, только я забыл, как он, как его фамилия. Шапка Гуцула, который сделан с вишенками внутри, такие трубочки выпекаются, и сметанным кремом, очень вкусно. Самый любимый – это киевский торт. Еще люблю банофи, это самый-самый мой любимый. А тут, в принципе, я сладкоежка, поэтому люблю все абсолютно торты. Наполеон – это старинный торт, который навсегда все любят. Правда, мужик? А ты, скажи, какие любишь торты? Какой бы сейчас съел? Ну, я бы сейчас привела такой торт клубнично-бананами. Мне очень нравятся суфре, птичье молоко, чизкейк, вот такие вот торты, чтобы они были не очень калорийные, приятные на вкус, украшенные фруктами, ягодами. Такие мне очень нравятся. Из печенки, наверное, бабушки. Тоже из печенки, да, такой очень получается красиво. Ну и свадебные, конечно, свадебные, самый необходимый от этого свадебные. Особенно, когда он красиво украшен, сверху молодые люди стоят, и, по-моему, это очень круто. Каждый год праздник посвящают особой теме. В прошлом году свои фантазии смогли воплотить кулинары, увлекающийся сказками. 2015-й проходил под девизом «В гостях у сказки». На этот раз темой стало путешествие во времени. У кондитеров появилась возможность сделать экскурс в историю и представить нас у зрителей торты, которые были в моде столетия назад. Принять участие в торжестве может любой желающий, вне зависимости от национальности, возраста и даже кулинарных способностей. Каждая присланная на сайт праздника фотография торта станет частью одного большого символа дружбы и мира. Продолжение следует... Продолжение следует...